Народная славянская радио С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов Сегодня у нас 28 декабря 2017 года Четверг по одному из современных календарей По одному из современных 18 день месяца Белого сияния покоя мира 716 лета седьмиться Появился первый вопрос Илья Филатов Здравствуйте, Шемшук будет еще в гостях? Да, конечно, Шемшук еще у нас будет в гостях Если у него на то будет желание Если будут к нему вопросы Мы сейчас договорились выходить в эфир Тогда, когда есть какие-то вопросы К конкретным людям А не просто так вот приглашать Ну давайте посидим, о чем-то поговорим У нас был разговор, к примеру, с Салем И в последней нашей беседе Он сказал Давайте, пожалуйста, от вас предложения Будут предложения, будут темы эфиров И я выйду с вами на связь Ну вот как-то так Были не совсем внятные Предложения по темам Поэтому пока еще Саль не получал предложений От нас, чтобы выйти в эфир Та же ситуация и с Шемшуком Если у вас будут предложения конкретные О чем говорить в эфире То в этом случае будет ему послано предложение И мы будем разговаривать Так, что еще можно сказать? Какие вопросы часто задают? По одной передаче постоянно Одни и те же вопросы возникают Мне так это, с одной стороны, радует, что люди отвечают С другой стороны, как-то уже несколько настораживают Например, на одну и ту же передачу Братья Месяцы И где-нибудь на Ютубе И в социальных сетях И вообще приходят к нам на почту Одинаковый вопрос Почему вы употребляете не славянские праздники? Мальчишки и девчонки А также их родители Дамы и господа, братья и сестры Дело вот в чем Передача Братья Месяцы Затрагивает очень большой пласт истории Если в этот день Какой-то древнеславянский праздник Славяно-русов, славяно-ариев То в этом случае тогда В нем рассказывается об этом празднике О том, почему он возник Кому он посвящен И даже как его проводить Но если в этот день Существует какой-либо праздник Из народного календаря То в этом случае народный календарь Так же озвучивается Причем очень часто Происходят интересные моменты На которые почему-то многие Кто пишет комментарии Не обращают внимания Дело в том, что В свое время Многие славянские праздники Были заменены Новым содержанием Ну, к примеру День Макоши Был заменен Днем Параскевы Пятницы Причем Как и Параскева Так и Макошь Занимаются одними делами Как в древнеславянском календаре Так и в христианском Или народном календаре И для тех, кто наблюдателен Специально сначала дается Описание того Кто такая Параскева И потом дается описание А кто такая Макошь И вот наблюдательный человек Сможет сделать определенные выводы Вот с этой целью Сделаны братья Месяцы Чтобы мы могли Знать Все свое Историческое прошлое Знать Как в нашу древность Что внедрялось Какие подмены Происходили Это первое Второе Но ведь Никто же не скажет Что у нас Не было Какого-то Периода христианизации И если человек Который Родеет за Русь Родеет за славянский мир Но от чего-то Пока еще не знает Послушает эту передачу То в этом случае По сравнениям Он сможет понять Что в древности Оказывается И был такой праздник Оказывается Что персонажи Очень сильно перекликаются И это может быть Поможет человеку Что-либо осознать Получается Мы и в древность залезаем Мы и вспоминаем О том, что было Мы проводим сравнительные Какие-то вкладки Которые между собой Пересекаются И дают понимание Что и как Не подходите Очень однобоко К тому, что вы слышите Если уж вы хотите Ведически развиваться Но смотрите На мир более широко Что же вы так Упираетесь Как прямо Зашоренные кони Что же Весь мир От вас отпадает Но это же не враги Ваши Ваши братья Которые пока Чего-то не знают Почему вы все время Пытаетесь Кого-то во врагов превратить Зачем вам нужно Превращать Кого-то во врагов Если кто-то Чего-то не знает Он не ваш враг Это его беда Но помогите Выйти вы из этой беды Если вы мудрее Но если вы себя ведете Очень просто То в этом случае Вопрос Мудрее ли вы Надеюсь Мой ответ Удовлетворит Вопросы И претензии Многих людей Вопрос Алексеев Здравия Алексей Расскажите пожалуйста В своем обычном дне Как вы все успеваете И как вообще Все успевать Благодарю К сожалению Не написано Кто вопрос задал Мой день Не нормирован У меня Рядом стоит Досадная кушетка Прямо в моей Мини-студии Которая сделана Из обычной комнаты И в том случае Если мне нужно В авральном режиме Поработать То режим такой Я тружусь Несколько часов Потом Растягиваюсь Специальным упражнением На своей досадной кушетке На минут 15-30 минут Погружая себя В глубокий сон Или в глубокую медитацию В зависимости Что и как Состояние Какого организма После этого Себя вывожу из этого Привожу себя в порядок После этого Если мне нужно Перекусить Я перекусываю Естественно сначала Я пью воду Как это и положено По нашему естеству И потом опять Занимаюсь Теми делами Которые нужно Срочно выполнить Вот сейчас У нас авральная ситуация У нас 10 Даже 12 Почти дней Куршевельских каникул И мне хочется Чтобы люди Использовали Эти каникулы С радостью И с пользой Для себя Поэтому сейчас Я ломаю голову Какой порядок Из каких блоков Повествовательных Сделать так Чтобы каждый день Звучала новая передача И звучала она так Чтобы например Люди на Дальнем Востоке Ее послушали Потом к примеру В следующем блоке Она прозвучала Для Сибири Потом для Центральной части России Потом для Запада Потом в Америке Например И чтобы было Как меньше повторений Но при этом Чтобы блоки Могли так пересекаться Чтобы они Помогали каждому человеку Что-то новое услышать Туда будут включены Какие-то записи Не только эфиров Которые сейчас С Михаилом В авральном режиме Мы записываем И с другими людьми Тоже записываем Не только передачи Не только нарезки Из эфиров Не только песни Где-то и новогодние Тоже для смеха Будут ставлены Конечно Потому что Кто-то еще и Новый год Празднует И эти 10 дней Нужно чтобы у кого-то Было хорошее настроение Вдруг в хорошее настроение Он услышит какую-то Полезную передачу Ну разве это плохо будет Так что пускай Новогодние песенки Тоже звучат Но при этом Еще будут Какие-то литературные Вкрапления Я думаю Что 3 или 4 Литературных Разных У нас будет вставок Это Пони Клоту Скорее всего Княжда Властелина Скорее всего Хохот Шамана Скорее всего Летописи Страны Арьи Будут И какие-то Может быть еще У нас достаточно Много материала набрано Но рук на все Не хватает Даже как бы я Не пытался Вот так вот Чередовать Свой день И спать по 4 часа К примеру В день все равно Меня одного Не хватает А многие люди У нас загружены Может быть новогодние Каникулы Их освободят И мы что-то еще Побольше сделаем Вот так успеваю Дальше Олег Светов Вопрос эфир Практика телемостов Будет продолжена Не только международных Но и внутри страны Если будут Какие-то предложения И будут интересные люди То конечно же Будут продолжены Я планировал На 30 Или 31 Декабря Сделать телемост Америка Европа Россия Но к сожалению Наши друзья Из Америки Сказали что Завал у них И они в этот раз Подключиться не смогут Поэтому была произведена Замена В сетке вещания И телемоста У нас С 30 С 30 С 30 С 31 Не будет Что с Трехлебовым Задает Геннадий Романенко С Алексеем Васильевичем Я лично с ним Уже несколько лет Не пересекался По известным причинам Поэтому ничего сказать Не могу Как-то задавал вопрос Людям Которые Ему Близки Они Тоже Разводят руками Говорят Находится В том месте Где он Может находиться Чтобы особых проблем Не было Где конкретно В какой стране В какой стране В каком царстве Государстве Не говорится Поэтому сам нахожусь В данном случае Вне ведания Анжела Шемшур Реплика У вас было видео О Иван Чая Сделайте видео О том Как выпечете хлеб Но это тогда Надо уже просить супругу Чтобы она все рассказала И показала Я задам ей такой вопрос Если она Даст ответ И согласится Как-то сняться То такой Будет Ролик Владимир Заболотов Какой типичный возраст Слушателя НСР Молодежь есть Да Есть молодежь Я специально Подключил статистику Но пока по Ютубу Потому что Ютуб Отличается от радио И радио нам не может Дать статистики Сэрвера Не дают статистики Слушатели А вот Ютуб Дает статистику Очень интересно Получается Что в молодом возрасте Больше наслушают мужчины Причем До 25 лет Мужчины и женщины Наслушают одинаково Потом мужчины Выходят вперед Потом опять одинаково Потом женщины Выходят вперед И где-то уже К 35-45 летам У нас Женщины берут вверх Потом уже старше Опять начинается Такое вот Равноправие Равнослушание То есть Молодые годы Вместе Потом мужчины Потом опять вместе Потом женщины Потом опять мужчины Вот делается Такой вывод Далее Дядя Степа Напоминаю Что дядя Степа И тетя Степаниды Называют тех Кто Или подписывается Иностранными словами Или Не подписывается вообще Вопрос эфир На народном славянском радио Прозвучало Много мудрых И полезных идей Практикой Способов восприятия И так далее Использовал ли Ли вы что-либо Из прозвучавшего Для себя Алексей Расскажите Об успехах Если есть Если бы не было Каких-то успехов То я бы не успел Делать то Что успеваю делать О чем я отвечал Выше В вопросе О своем Распорядке дня Венгерский Как не сливать Энергии В праздничные дни Будете ли Отмечать Новый год Очень хороший вопрос Уже записано Несколько передач С Михаилом Который многим полюбился Вот В шутливой форме Первые два Три выпуска Уже записаны Сейчас Он мужественно Их монтирует Самостоятельно Взялся за монтаж То есть разгрузил Меня в монтаже За что ему Низкий поклон Первый Он мне уже прислал Смонтирован Я надумаю Что 1 января Первый выпуск О новогодних праздниках Выйдет Там Вроде бы Нет о том Как не сливать Энергию В праздничные дни Я могу кратко Ответить А потом Более подробно Если вопрос Прошлете К нам В редакцию Мы с Михаилом Или может быть С кем-то другим Вот еще Юлона Посоединилась Тоже Мы записали С ней передачу В стиле Давайте поговорим В общем С кем-то Разберем Этот вопрос Значит Ситуация Ситуация Какая Что Есть мысль То есть И жизнь Куда Ваша мысль Туда Ваша Кровь Туда Ваша Энергия И так далее Вот все О чем Вы думаете То в жизни И случается Надо себя Просто Дрессировать Учить Мыслить Положительно Мыслить Правильно У нас Очень Много Людей Которые Говорят О каком-то Свете Они Хотят Этого Света Но При этом Они Постоянно Себя Погружают В какой-то Мрак Глупостей И Бесовщины Они Постоянно Мыслят Саморазрушающе Они Создают В миру Столько Дряни Вокруг Себя Что Потом У них Просто Не хватает Энергии Чтобы Эту Дрянь Утилизировать Чтобы Работать Осенизатором Который За собой Будет Убираться Если Вы Не хотите Куда-то Сливать Энергию В праздничные Дни То Тогда Вам Необходимо Первое Подключаться Только к тем Источникам Которые Вам Энергию Отдают Где Бы Вы Могли Производить Взаимовыгодный С точки Зрения Природных Циклов С точки Зрения Природы Обмен У нас Есть Основных Несколько Направлений С которыми Люди Контактируют Я называю Только основные Сейчас Утрирую Специально Ставлю На эту точку Первое Это божественное Направление Где находятся Наши предки Те Кого уже Принято Называть Богами Которые Желают Только одного Вашего Личного Развития Для того Чтобы род Усилился И через род Усилились Все наши Рода Для того Чтобы программа Божественная Была выполнена Как можно лучше Как можно скорее Чтобы здесь Не засиживаться А идти дальше По пути Взращивания Души Второй путь Взаимодействия Это здесь Между людьми Когда забывают Про богов Про бесов И вот между собой Как собачки Взаимодействуем Лаемся Грыземся Веселимся Хвостиками Машем Друг по другу Что-то отнимаем Играем И так далее За собачками Посмотрите Очень хорошо вас научат Как они взаимодействуют Вот часто мы Сваливаемся До уровня Таких собачек Естественно Что если в божественном Варианте Мы Взаимообмен Производим И Нас никто не дует Потому что Это наши предки Они заинтересованы В нашем росте А мы заинтересованы В том Что там было Все хорошо По всем Ведическим поконам Я не беру Упрощенные Современные Я беру Такие Ведические Древние То в этом случае Тогда нас никто Не использует Как батарейки Мы никому не интересны Как собачки Тут взаимосвязь Кто сильнее Тот отнимает То есть Если находится Партнер Более мощный Более сильный То он Вас может Подоить Если Более слабый То вы Можете подоить Если равноправные Одинаковые силы Ну будете Обмениваться Ударами Будете обмениваться Энергиями Если по любви Значит по любви Если нет Значит по печени Все очень просто Но есть еще и третий уровень Который за чертой Находится Где находятся Нежити Которые себя разрушают В человеческом виде Которые пьют Курят Которые Мыслят Очень плохо И уничтожают Свой природный мир Свою природу Своё естество Дальше находятся Нелюди Те которые уже Ушли Из облика Человеческого Они уже даже На людей мало Похожи Потом находятся Уже бесы Те которые Могут вообще Физического тела Как такового Не иметь Или иметь Тела Которые Переходные И сюда И сюда То физическое тело То энергетическое тело Силовое А есть так называемые Кощеи Это те которые У правительницы Того самого Потустороннего мира Вот оттуда Дойка Всегда производится Очень хорошо По принципу Наживки Сюда забрасывается Наживка Которая подходит Вашей хочушке Вы эту хочушку Сглатываете Вместе с наживкой И после этого Оказываетесь На крючке Так работают все банки Так работают Телевидение Так работает Все что сейчас В цивилизации есть Так оно все работает И потом Вам необходимо Будет Все что вам дали Отдавать 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 на уровне Физики Отдавать на уровне Силы полевой Энергетической И так далее И тому подобное Поэтому Учитесь Дрессируйте себя Вырабатывайте Рефлексы Вырабатывайте Привычки Если это по-людски Говорить Которые вас Будут держать В состоянии Хорошего Мира И правильного Мироощущения Вот только так Вы не сможете Отдавать энергию Ни в какие дни В том числе И в праздничные Ну и естественно Надо поговорить А как подключаются Помимо мыслей Подключение происходит Еще по другим принципам По другим параметрам Самый первый Самый простой Это эмоциональное состояние То есть Что вас возбуждает Если вы находитесь В радости Не в щенячьей радости Не визжа А в радости человеческой То в этом случае Тогда Вы все время Находитесь В подпитке Вас природа подпитывает Вас Предки подпитывают Другие каналы подпитывают Ежели вы Переходите В состояние Уныния То в этом случае Тогда Вас начинают жрать Лярвы Сущности И прочие-прочие Товарищи Далее Еще один Очень важный Такой момент Которым Надо упомянуть Это На воздействие Наркотиков Если вы Хоть каплю Наркотиков В себя залили Это означает Что на эту каплю К вам Кто-то присоединится Потому что На эту каплю Будет Одурманивание Ваше Произведено Как только Произведено Одурманивание В этом случае Вы перестаете Быть человеком Вы переходите В состояние Нежитя А нежить Помните Находится ниже Черты Он уже Находится под Воздействием Пекельного Или современным Языком Демонического Мира Где его Просто используют То есть Исключите Наркотики Исключите Уныние Для того Чтобы исключить Уныние Необходимо Уйти от страхов Чтобы уйти от страхов Необходимо понять Кто вы Что вы И зачем вы Об этом я много-много раз Рассказывал Как и в передачах Так и в записях На разных семинарах Лекциях И так далее Найдите Как жить без страхов Там уже Три что ли Передачи Выложено И помягче И пожестче Кому как нравится То есть На любой Вкус и цвет И естественно Не общайтесь С теми Кто уже Себя опустил В состояние Нежития Просто не общайтесь Если к вам Кто-то пристает И хочет вас Поздравлять С Новым годом Это еще не означает Что он с радостью К вам пришел Это всего лишь Навсего повод Для того Чтобы вас подарить Потому что Сначала Будет с Новым годом А потом Ты меня уважаешь Ну и потом Начнутся различные вопросы Которые вас могут Немножечко всколыхнуть Вы завибрируете И после этого На колыхание Вы будете словлены И вам придется Отдавать часть Своей энергии Потому что Туда будут направлены Ваши мысли Ну вот примерно так Буду ли отмечать Новый год Значит Я буду Не отмечать Новый год Он мне не интересен Потому что Нет такого праздника Для меня Я буду Радоваться И веселиться Общению Со своими Близкими Людьми А Новый год Сам Я отмечать Не буду Естественно Что немножечко Я дам себе Чуть-чуть Паузы Небольшой Чтобы немножечко Отдохнуть Это буквально Там может быть Часик 1-2 Для того Чтобы мне Немножечко Расслабиться Расслабиться Отдохнуть Потом Скорее всего Буду Делать Какие-то Дела Как в обычные Дни Но С учетом Того Что вокруг Люди Веселятся Радуются И буду Выбирать Тех Людей Общение С которым Не вызовет Потерю Энергии Про Которую Мы говорили Андрей Петряев Вопрос Эфир Добрый вечер Алексей Вы поддержите Отношения С дальними Родственниками Это важно На ваш взгляд С точки зрения Славянского Миропонимания Я стараюсь Поддерживать Отношения Со всеми Родственниками Не только Дальними Если Таковые Могут Быть В сфере Поддержания Отношений Со мной То есть Ни от кого Я не бегу Ни от кого Не прячусь Другое Дело Что мое Мировоззрение Иногда Очень Разительно Отличается От мировоззрения Других Людей Иногда Бывает Так Что Люди Просто Непросто Некоторые Даже Дальние Родственники Смотрят На меня Как на Источник Получения Каких-либо Доходов Для себя К сожалению Многие Родственники Так устроены Дальние Они начинают Общаться Только тогда Когда им Выгодно С кем-то Пообщаться Например Занять денег Сделать Какую-то Работу Узнать Что-то Чтобы Что-то Взять Ну в общем Как и все Скажем так С родственниками Более близкими Я общаюсь Постоянно Вот Но С дальними Родственниками Какая ситуация Когда ко мне Обращаются За деньгами А у меня денег Нет Вот Я говорю Слушай Давай сделаем так Я сделаю так Чтобы К примеру Ты не болела И тогда тебе Деньги Не будут нужны Для того Чтобы лечиться Человек Это не понимает Как так Ты мне дай 50 тысяч рублей Чтобы я сделал Там операцию Или чтобы еще что-то Еще что-то Я говорю Слушай Я тебе предлагаю Более выгодный вариант Я тебе предлагаю Вариант Давай Приезжай ко мне Поживуй у меня Две недели Я тебя подниму Эту болезнь У тебя уберу И ты не будешь болеть Все Тебе не надо будет Тратить деньги На лекарства На операции На поддержку Потом на следующий год Опять На какие-то там дела Это же выгодней Нет Мне нужно 50 тысяч рублей То есть люди Полностью Закрыты в этом отношении Поэтому общение с ними С точки зрения здравомыслия Несколько Отяжелено Той цивилизационной травы Которой Они в себя Нахватали Это важно На ваш взгляд С точки зрения Славянского миропонимания Да Это важно Чем больше вы Будете общаться с родственниками Ближними и дальними И чем больше у них Будут открываться Какие-то наработки В этом мире Ведические Тем лучше станет Этот мир Им станет лучше жить Потому что у них Будет меньше проблем У вас будет лучше Взаимопонимание И тогда и вам Тоже станет жить Лучше и легче В этом мире Но когда вокруг вас Люди здравомыслящие И понимающие Всегда жить проще С друзьями Нежели чем с теми Кто себя ведет Как собачка И не понимает Почему так плохо живется Далее Зоя Кукова Вопрос в эфир Здравия Алексея Рыбников Юрий Степанович На основе природных знаний Разработал календарь русов Очень полезно было бы Услышать в нашем эфире Благодарю Ситуация была у нас Вот такая В прошлом году Примерно в это время Мы с ним Договаривались Я с ним Созвонился Чтобы он вышел К нам в эфир Специально попросил Чтобы там Все Вышел со мной в эфир Мы обговорили Что у нас будет проходить И так далее В назначенное время Он в эфир Не вышел на связь И дальше Когда я стал писать Ответов от него Не поступило Так что Я обычно Не навязываюсь Если Человеку Какому-то Интересно Выйти на связь А Юрия Степанович Я очень уважаю По его И позиции Как человека И по тому Что он делает Естественно Есть какие-то Спорные моменты Которые На мой взгляд Не совсем Так Как он говорит Но это Мой личный взгляд И если вы Обратили внимание Я никогда В передачах Свой личный взгляд Не навязываю Я могу высказать Свою точку зрения Но никому Никогда не навязываю Я стараюсь Чтобы тот Кто пришел в эфир Он раскрыл Свою точку зрения И дальше На суд Слушателей И зрителей Я оставляю Это Поэтому Если Уважаемый Юрий Степанович Пожелает все-таки Выйти в эфир А предложение Я не отменял По эфиру То в этом случае Я буду рад С ним В эфире Повстречаться Тем более Мне он очень симпатичен Как человек С большой буквы Который И имеет Свою жизненную позицию И проводит Свои какие-то Разъяснительные беседы Дальше Виталий Мекиров Вопрос Алексея Будет ли новость Славянского мира 31 декабря Открываем 31 декабря Это нас воскресенье Да Новости Славянского мира По расписанию Должны быть Светлана Надеюсь Уже Во все работает Пара из ушей Идет Над новостями Поэтому Надеюсь Что она пришлет И я смонтирую Эти новости 31 декабря В положенное время Они выйдут Далее Виктор Куприянов Вопрос Эфир Алексей Здравия Тебе Твоему роду Статьи Вам озвучены Присылать Или вы Сами озвучиваете Ситуация Вот какая Если Есть возможность Озвучить статью Не то чтобы там В каком-то Суперстудийном варианте Но хотя бы Озвучить так Чтобы Эта статья Слушалась хорошо То в этом случае Озвучивайте То есть Если вы Четко Владеете Речевым аппаратом Четко можете Озвучить С правильной Интонацией То присылайте Уже готовые Статьи Причем Можно без Музыкального Оформления Вы можете прислать Если у вас Это не очень хорошо Получается Вы можете Прислать Свою Запись Голоса Вы можете Прислать Музыку Подложку И после этого Тогда статья Будет собрана И Выложена В сетку Вещания Если там Музыка будет Фоновая Та которая Не противоречит Ютубу То скорее всего Можно даже Будет сделать Видеороликов Но не хватает Пока у нас Людей Которые бы Делали видеоролики И не хватает Пока людей Которые бы Обрабатывали звук Причем обработка Звука Не обязательно Это сведение Это и нарезка Тех эфиров Которые уже были Об этом я много раз Говорил У нас пока Не хватка людей По идее Должно быть так Эфир вышел На следующий день Он должен быть уже Обработан в аудио Собран в видео И уже должны быть Сделаны обработки Нарезки из эфира Которые в течение дня Должны звучать Вот по идее Так должно быть Но Людей пока Не хватает У нас денег Не платить У нас Нет зарплат Поэтому Мы не можем Себе позволить Взять профессионалов Которые бы Просто Работали Работали За эти деньги Которые бы Позволяли Кормить Семью Стеша вопрос Алексей Слыхал Что к нам Приглашен Вячеслав Котлеров Верная информация Да Мы переговаривали Как-то там Забуксовало Честно говоря Что-то Но Такой вопрос У нас был И С Вячеславом Мы разговаривали Что там произошло Просто надо посмотреть Или может быть Светлане Поручить Или Елоне Чтобы связались Это дело до конца Довели Хорошо что напомнили Сейчас записываю Вячеслав Котлеров Прямо это У нас такая беседа Как смотришь на телевизор И некий известный человек На букву В Так отвечает на вопрос Что-то записывает И что-то начинает Исполняться в стране Надеюсь что Наша передача Появляет не только На какую-то отдельную страну Но и на весь славянский мир Шутка Не подумайте Что плохого Дарья Вопрос Алексея Где можно получить Нормальное образование Дети начиная со школьного возраста В обычных школах Преподают много ложных наук Где приобрести правильные знания Да Вопрос очень такой сложный С одной стороны Но с другой стороны Просто решается На сегодняшний момент Пока еще Существуют Три формы обучения Первая Школьная Вторая Нешкольная И третья Домашнее образование Отличаются они тем Что Школьная Это то Когда ваш ребенок Ходит на обычные занятия По обычному расписанию Вторая Это такая Когда ребенок Не может ходить Но к нему приходит Учитель Домой Это когда Какие-то болезненные ситуации Ребенок просто Из дома Не может выходить В школу А третья форма Это домашнее образование Которое позволяет Родителям Или приглашенным людям Проводить занятия По школьной программе У себя дома В некоторых случаях Это бывает намного удобнее Нежели чем Ходить в школу Учебники По всем видам Предметов Есть В открытом доступе Есть даже видео Какие-то записи Поэтому школьную программу Пройти Можно Вместо Вот шести Или семи месяцев Буквально За два-три месяца Никакого там Напряга Для детей не будет Если все это Будет проводиться В нормальной Игровой форме Такие Варианты обучения Уже существуют И многие люди делились И очень-очень хорошие Результаты получали Все остальное Время Высвобожденное Можно тратить На то Чтобы давать Дополнительные знания Которые ребенку Позволят Быть более развитым Нежели Чем Когда он учится В обычной школе То есть Вы За меньший срок Проходите Обязательную программу Установленную В вашем царстве Государстве Остальное Время Тратите на общение С ребенком По дополнительному Образованию Так как вы его Видите Тем самым Получаете Какие плюсы Первый плюс Вы все время Находитесь с ребенком Вы все время С ним общаетесь То есть У вас не происходит Разрыва Родители Дети Второе Вы даете ему Свой личный опыт Если он правильный Это не просто Дурь какая-то А вы Не глупость ему даете А что-то полезное То это очень даже хорошо Далее Вы даете Намного больше Того Что дадут В обычной школе Далее Вы даете Все индивидуально Учитывая его психику Его взгляды На жизнь Далее Вы можете Еще получать Дополнительные Средства Которые По закону Вам положены По закону Государство Вам обязано Выплачивать Определенную Сумму денег За то Что ваш ребенок Не ходит в школу И не тратит Время преподавателей У нас были Несколько передач Посвященные Этому вопросу Найдите их Там все Подробно Описано Плюс ко всему Вы можете Объединиться С другими Родителями И создать Свою мини-школу На 3 На 4 На 5 Детей Эти деньги Суммируются Вы можете Покупать На деньги Которые Вам выплачивают Государство Учебники Какие-то Наглядные Материалы Мало того Вы на эти деньги Можете иногда Приглашать Специалистов В тех Предметах Которыми Вы не очень Хорошо владеете И специалист 3-4-5 Детям Расскажет Намного лучше Нежели Чем в классе Где все сходят В общем-то С ума От того Что большое Количество Детей С каждым Надо уделить Внимание То есть Со всех Точек зрения В общем-то Довольно Все хорошо И замечательно Главное Было бы Желание И будет У вас Все здорово Правильные Знания Они в первую Очередь Зависят от того Кто их преподает То есть От вас Самих Если у вас Нет такой Возможности То кооперируйтесь Объединяйтесь С теми Кто Также хочет Своим детям Давать правильные Знания Там есть Одна тонкость Надо необходимо Заявить Ближайшей школе О том Что вы Переходите На домашнее Образование Образование И что Школа Назначила Вам Дни Когда вы Например Раз в месяц Или раз В четверть Могли приходить С ребенком И ребенок Мог сдавать Небольшой экзамен Контрольные работы По тем Материалам Которые По обязательной Программе Он должен Сдать Так Дальше Илья Филатов Вопрос Эфир Я когда Был дело Потерял сознание Видел себя Сзади Сверху Карандаш Лежал на краю А я когда Пришел Себя Увидел этот карандаш Знаете ли вы Что-нибудь об этом Да конечно знаю Этим практиками Я в свое время Занимался И не просто Когда бился головой А специально Дел Перенося в свое сознание Какие-либо Другие предметы Все это есть Все это работает Если развиваться В этом направлении Можно Достигать Определенных Чудес С точки зрения Обычного человека Стеша Алексей Скажите Почему Мальчиков При крещении Носит за алтарь А девочек Нет Я думаю Что с этим вопросом Все-таки лучше Обращаться Не ко мне А лучше Обращаться К тем Кто это делает А лучше всего Взять И прочитать То Что об этом Давным-давно Было написано Дело в том Что Я могу Кратце сказать Просто Так намек Дело в том Что до определенного Момента В церковных Кругах Решался Вообще Вопрос А у женщин Душа Есть Или нет И с перевесом Там кажется То ли в один То ли в два Голоса Было принято решение Да У женщин Душа Есть Но поскольку Они нечистые То в этом случае Они грешницы Блудницы И за алтарем Им делать нечего Вот такая история Поэтому Всех Женщин В этом направлении Религиозном Как-то вот За алтарь Не принято Пускать Хотя С другой стороны Святые Женщины Есть И это Иногда В общем-то Удивительно Как так Но еще раз говорю Я не собираюсь Отвечать За кого-то Другого Который В этом направлении Дабы Не вызывать Волну Каких-то Вопросов Ко мне Даже Не спрашивать Какого-то Батюшку А лучше Взять Книги И все Там Про честь Только Надо брать Книги Правильные Куприянов Виктор Вопрос В эфир Алексей В эфирах Много раз Рассказывали Про карму И кармические Долги Которые Мы отрабатываем Из жизни В жизнь А как Вообще Мы попали В это колесо Сансары Можно Разобрать Этот вопрос Подробнее Ведь предки Наши Жили По праве И не Подлежали Действию Закона Кармы И что Ты сам Можешь Сказать По этому Вопросу Вопрос Конечно Интересный Как говорили В одной Расске Карма Происходит От слова Карна Карна Это такой Высший Институт Богини Это не Одна Богиня Это Целый Институт Богини Со своим Вычислительным Центром Со своими Расчетными Делами Служащими И так Дальше Подобные Которые Обрабатывают Все Что Происходит С каждым Тем Кто Исходит По роду Связан С родом И естественно Связан С карной Поэтому Карма Была Всегда Вопрос Только Она была Какая Она была Положительная Она была Нейтральная Или Она была Отрицательная Положительная Карна Это когда Карма Это когда Ты улучшаешь Свою жизнь И ты Привносишь Свой род Меняя Мерно Снимай Этот пиджачок С карманами Уходя В мир Иной Когда Ты уносишь Свои Наработки Усиливающий Рот И в этом Случае Там Происходят Определенные Так называемые Суды Совести Предков Богов Когда Решается Что делать Дальше Нужно ли Здесь еще Поболтыхаться Или не нужно И в том Случа Если все Хорошо Если все Уроки Пройдены Первый Класс Закончен То Перевод Это второй Класс Где Продаются Новые Условия Обитания Новые Телеса Новые Измерения Новые Условия Жизни Обучения И не обязательно Поскольку Есть много Измерений На этой Самой Земле Скорее Всего Будет Другая Земля Нейтральная Это когда Какие-то Завязки Можно было Успеть Здесь Развязать Но плюсов Никаких Не было Получено И в этом Случа Тогда После Решения Там Может быть Принято Постановление Призвать Суда Опять Либо Реинкарнацию Провести Либо Инкарнацию Произвести Но Отрицательно Это когда Человек В любом Случае Будет Вынужден Опять Здесь Оказаться И Пройти И Отработать Свою Карму Как правило Это Вариант Пружинки Или Резинки Если Вы Оттягивали Вправо То В этом Случае По закону Кармы Вы Должны Будете После Отпускания Резинки С правой Стороны Оказаться С левой Стороны Чтобы Резинка Вас Хлопнула Кто Будет В виде Резинки И Кто Будет Например Направлять Ее Наверное Вопрос Не ко мне Вопрос Самим К вам Кто Являлся Вашим Оппонентом Кого Вы Обижали Кому Вы Делали Какие-то Неприятности В этой Жизни Вы Палач В следующей Жизни Вы Жертва Палач Тот Кто Был Жертвой В той Жизни Ну Все Очень Просто Вот Это Карма Та Которая Привычна Многим Принцип Граблей Здесь Раскидали Там Наступайте Вот А для Того Чтобы Карма Улучшалась Или Она Ставилась Хотя бы Нейтральная Необходимо Здесь Ее Сразу Отрабатывать Как Отрабатывать Я уже Об этом Тоже Много Раз Рассказывал В различных Своих Семинарах И так Далее Если Из вас Вырывается Какая-то Плохая Мысль То До тех Пор Пока Вы Ее Держите В голове Пока Она Еще Не Улетела Далеко Пока Вы Все Томкости Этой Мысли Помните Ее Необходимо Срочно Передумать То есть Включайте Царя В голове И ставьте Установку Все Мысли Проходят Царя В голове Если Мысль Какая-то Не устраивает То В этом Случай Отправляется На Переработку Все Очень Просто Если В лучшем Случай Вам Придется Отработать Ее Здесь Через Какие-то Неприятности Здесь Грубое Слово Кому-то Сказали Если У вас Высокий Уровень Развития Сразу Через Какое-то Время Кто-то Обязательно Найдется Из Грубиянов Который Вам Нагрубит Кого-то Подрезали На дороге Обязательно Вечерком Встретите Того Кто Вас Подрежет Ну И так Далее Это Отработка Кармы Без Перевода Ее Божественным Началом Ежели Не удалось Если Уровень Достаточно Низкий И не удалось Сего Пройти Тогда Это Переносится На Следующую Жизнь И Придется Вам В этом Колесике Еще разок Покрутиться Илона Готвянская Добрый Вечер Как Научиться Доверять Людям Сначала Надо Научиться Доверять Себе Как Проявлению Высшего Я То есть Божественного Потом Научиться Доверять Тому Кто С вами Взаимодействует Сверху Это Ваши Небесные Родители Ваши Предки Ваши Братья По духу Сестры По духу Которые Там Живут То есть Уже В божественных Мирах Прави Слави И Просто Научиться Им Доверять Доверять Может Только Одно Случай Полноценно Когда Вы уходите От страха О чем Я уже Говорил Страх Это единственное Что вас Заставляет Делать Всякие Гадости По отношению В первую очередь К себе Самому Как только Вы прекращаете Бояться Вы становитесь Хозяином Этой жизни Потому что Страх Управляет Вами А если Вы безстрашны То в этом случае Тогда вы Управляете Жизнью Все очень просто Поэтому доверять Людям можно Только тогда Когда вы Никому Гадости Не сделали А не делать Гадости Вы сможете Когда у вас Не будет страха Потому что Страх вас Вынуждает Бороться За физическую Так называемую Похлебку В этой физической жизни Чтобы ваше Физическое тело Ни в чем Не нуждалось А дальше Начинается Соревнование У кого Больше Золотых Туалетов Лучше Машины Лучше Платья И так далее Там подобное То есть Коллиционирование Такое И страх Естественно Усиливается Если же Таких страхов Нет Хочушек Нет потребностей Сверхвысоких То вы Довольствуетесь Малым При этом Живете Меньше Случаются Иногда проверки Когда ни с того ни с сего Вдруг пришла комиссия Решила проверить Алексей Как ты там Находишься Не упал еще Ну-ка Дай-ка мы тебе Вот этого там Бота подсунем С ним поработай Покажи Свои приемы Справа Слева Двойнушечка прошла Отлично Хорошо Все Бот наповал Все отлично Галочку ставим Мы тебя не трогаем В течение месяца Работай дальше Вот примерно так Так что Чем чище вы Чем чище этот мир Чище люди Которые в этом чистом мире Встречаются А если много чистых людей То вы начинаете доверять Но начните С себя Далее Олег Светов Вопрос эфир Ваше мнение По поводу Мигающего солнца Это когда Днем солнце Начинает пульсировать Либо Вообще Выключается Причем Несинхронно В разных частях Света Последний 17 10 2017 Я никак К этому вопросу Не отношусь Потому что Это не наблюдал Идем дальше Наташа Трофимова Вопрос эфир Как понять Что Земля Приняла Как правильно Выбрать участок Как общаться С Землей Матушкой Земля Принимает Тогда Когда она Начинает Вас Баловать Как своего Ребенка Земля Наша Мать Конечно Конечно Не она Родила В первую очередь Есть промежуточные Мамы Которые Рожают Те По роду Которые Мамы По Земному Роду Есть Небесная Мама Которая Сделала Все Что Вы Здесь Появились А есть Мать Земля Так Так Вот Если Вы Приняты Мамой Землей То В этом случае Тогда Она К вам Хорошо Относится Бывают Такие Моменты Что Как раз Карма О которой Мы Говорили Она Отражается В этой Жизни И Земля Бывает Очень На вас Обижена За то Что Вы Творили В прошлой Жизни Вот Она Вам Давала Все А Вы Не То Что Даже Гадили Вы Просто Уничтожали Ее Вы Не Соблюдали Естественных Каких-то Принципов Жизни Вы Разрушали Своё Бытие И Тогда Как Бы Вы Старались Земля Будет Вам Давать Намного Меньше Того Что Она Давала В прошлой Жизни Только Потому Что Вы Должны Понять Как Это Плохо Когда Вы Стараетесь А Толком Ничего Не Можете Получить Но Естественно Так Называем Эта Карма Тоже Отрабатывается И Со Временем Когда У Вас Придет Здравомыслие Когда Вы Осознаете То Что Вы Наделали Тогда И Попросите Прощения От Чистого Сердца За Свои Гадости Которые Свершили Вы Тогда Получите От Земли Материнское Благословение И Она Станет С Вами Общаться На Другом Языке У Вас Появится Навык У Появится Взаимодействие С Землей И Ваши Урожаи Улучшатся Вы Не будете Травмироваться На Земле И так далее Но еще Что нельзя Забывать Это Не только Отработка Кармы Но и О чем Мы говорили Здесь Это Взаимодействие С высшими Силами И понимание Себя Самого Если Все Это Проявлено То Тогда В этом Случае Все Будет И Очень Хорошо И Очень Быстро Общаться Землематушка Как Живым Организмом Живым Человеком Вашим Лучшим Другом Вашей Старшей Сестрой Вашей Заботливой Матерью Только Так Как Вы Просыпаетесь Всегда Говорите Добрые Слова Этому Миру В этом Мире Есть И Ваши Родичи В этом Мире Есть И Те Кого Вы Не Знаете В этом Мире Есть Те Которые Считают Вас Своим Врагом Или Вы Их Считаете Врагом Не Надо Им Посылать Зло Не Надо Сеять Зло Посеянные Зло Это Сорняки Сорняки Очень Хорошо Приживаются Земля Мать Сорняки Очень Любит Взращивать Так Она Устроена Вот За Хорошим Надо Походить Пропалывать Поливать Удобрять Солнышко Чтоб Светило Чтоб Тепло Было Укрывать А Сосорняками Не Надо Они Сами Растут Вот Плохие Мысли Проклятия Гадости Сякие Это Сорняки Потом Придется Вам Их Убирать Это Как Мысль До Тех Пор Пока Вы Привязаны К Этой Мысли Ее Можно Переработать Если Она Отошла От вас Сорняк Уже Посеян Он Начинает Взращиваться И вам Придется Отрабатывать На Другом Уровне На Физическом А Если Далеко Ушло То Тогда Вплоть До Того Что Он Вырастет Очень Большой И Придется Выкорчевывать А Может Быть Выкорчевывать Не В этой Жизни А Следующий Это Принцип Кармы Поэтому Не Засоряйте Пространство Не Засоряйте Гадостью Эфир И Тогда Вы Не Будете От Земли Получать Всякую Гадость Просыпайтесь С утра Всем Желайте Добра Желайте Даже Тем Добра Кто Может Быть Вашим Врагом Почему Потому Что Если У них Будет Достаток Добра И Желайте Здравомыслие Не Просто Так Добро А Здравомыслие То Тогда В этом Случа Им Не Нужно Будет От Вас Ничего Если Вы Пожелаете Добра Своим Близким То Рода Усилится И В том Случа Если Какой Невменяемый Недобрый Человек Решит Что Все Надо помнить старую нашу заповедь Не любите того Кто Недостоин Любви Вот Я не предлагаю Любить С точки зрения Обнимашки Устраивать С тем Кто Держит За спиной Топор Или нож Чтобы Вас Ударить С таким Не надо Обниматься И там Целовать Его И любить Его Любите Того Кто Достоин Вашей Любви Но Добро Можете Желать Каждому И Здравомыслие Можете Желать Каждому Потому Что Здравомыслие Исключает Делание Гадостей Иначе Это будет Нездравомыслие Так вот Встали с утра Пожелали Здравомыслия Добра Здоровья Естественно И земле И небу И небесам И всему Что есть На этом свете Поблагодарили За то Что у вас было Даже если Вам плохо Выспались Например То поблагодарите За те мысли Которые вам Приходили В течение Дня Много раз Вспоминайте Опять же Добром Всех Кто есть на земле И добро В первую очередь Своим родственникам А мать земля Это то С чем вы общаете Постоянно И ей тоже Садитесь кушать Вспомните Добром Поблагодарите За то Что у вас Есть минуточка Посидеть Пообщаться Покушать Закончили кушать Поблагодарите За то Что было вкусно Причем И духов Вспомните Тех Которые ваши Служебные Природные Угощайте Иногда их Земле матушки Это очень полезно Они же следят За землей Они же помогают Чтобы земле Чтобы она была Хорошая Подкрепляйте Этих природных Духов Мысленно Подкрепляйте Не обязательно Им там класть Какие-то требы Поло-десять килограмм Ну хотя бы мысленно Ложитесь спать Также пожелайте Всем добра Вспомните Самое доброе Что было На этой земле Если у вас Что-то было В течение дня Не очень хорошее То в этом случае Проанализируйте Почему это получилось Для того Чтобы больше Не допускать этого Ну вот как-то так Общайтесь с живой природой Она же живая Наташа Трофим Вопрос Эфир Люсей Можете порекомендовать Практики для Раскрытия способностей Благодарю Вот все Что я рассказываю Это и есть Практики По раскрытию Способностей Способности Раскрываются Только тогда Когда эти способности Как говорится В коня корм Нельзя загрузить На себя Более того Что вам необходимо Сейчас по вашему Состоянию мысли Если вы Гадостью живете А мечтаете О чем-то хорошем И думаете Что вам что-то Придет доброе Какой-то там Например Материал Который вы можете Использовать Или какой-то Предмет Который вы можете Использовать Или какой-то Инструментарий Просто подумайте Что своими Недобрыми мыслями Своим Очень узким Миропониманием И низким уровнем Здравомыслия Вы сможете С этим сделать Вам присылают К примеру Хороший топор Очень качественный Легкий С хорошей заточкой И стали Который не тупится Вы вместо того Чтобы рубить дрова Идете и начинаете Рубить людей Потому что вам показалось Что они ваши враги А потом начинаются Кармические завязки Когда вы зарубили 10 человек А потом должны От 10 человек Получить себе проблему И 10 жизней Вы здесь будете крутиться Ну зачем вам это Поэтому вам топор Такой не дается Тротил Также вам не дается Потому что вы можете Начать взорвать То, что вам не нужно Много вам не дается Поэтому прежде чем Раскрывать какие-то Способности Необходимо Первое Понимать Для чего вам Эти способности Как вы сможете Применять И вообще Как вы с этим Будете жить Я у себя Многие способности Закрываю Чтобы не видеть Того, что я видел Раньше Я просто сейчас Закрываю Чтобы не видеть Того, что я видел Раньше Может показаться Странно Но я это Закрываю Поэтому Если вы собираетесь Заниматься какой-то Практикой Осознайте Для чего вам Эта практика Нужна Что вы будете Делать с этим Инструментарием Куда вы будете Применять Вы готовы Для того, чтобы Этот груз На себя взвалить Готовы ли вы Его нести Готовы ли вы Доставить его туда Где этот груз Необходимо Применить Как только Вы ответите Да на все вопросы Вы осознаете Что вам это Жизненно необходимо Для вашего Взращивания То тогда Эта способность Начнет в вас Раскрываться Но бывает Такой момент Что по Установкам жизни Эта способность Вам перекрыта Что-то могло быть В прошлой жизни В прошлой жизни Когда вы что-то Применили не туда И вам нужно Без этой способности Какое-то время Побыть Несколько лет Или может быть Всю жизнь Поэтому как вы не бейтесь Вы можете Не получить Одну из этих способностей Но всегда Показатель Следующий Готовы вы Появляется Мастер Раскрывающий Вашу способность Появляются знания Раскрывающие Способность Не готовы вы Ни мастер Ни знания К вам не придут Далее Дмитрий Белявский Скажите Будет ли в эфирах Тюняев Почему он не вышел В последнем эфире Дело в том Что у него Стоял скайп Очень и очень старый Майкрософт Который скайп перекупил Он сделал Такие изменения Где старые версии Скайпа Больше не работают Там получилось так Что скайп Надо было Перестановить И с тех пор От него Никаких сообщений Я не получил Мое предложение Еще раз говорю По эфирам Я не отменял Будет желание Выйти в эфир Я буду рад С этим уважаемым Человеком поговорить Хотя Еще раз говорю Есть некоторые люди Которые являются Тестерами Вот я отношу Тюняева К тестерам К тестерам На здравомыслие Это как раз Замечательный Прекрасный Тестер Который Иногда Вбрасывает Очень интересные Версии И вбрасывает Их так умело Что человек Слушая До этого Какие-то слова Начинает Входить в транс И потом Воспринимает Все что Говорится За чистую Монету За чистую Правду И вот тут Как раз Тест на здравомыслие Очень прекрасно Срабатывает Причем Не только у него Но и у других И у других Известных людей Тоже Это же самое Присутствует Следите За эфирами Общайтесь С известными Или интересными Людьми Предлагайте им выступить Рассказывайте Условия выступления Дальше связывайте нас И будем общаться Будем делать мир лучше Вообще Народное Славянское радио Это по большому счету Единый тестер Где постоянно Идет Передача Прием Передача информации Прием Насколько она усвоена Передача Прием Это и В наших чатах В скайпе Это в наших чатах В социальных сетях Это в наших чатах На ютубе Единственное Что не допускается Это употребление Слов Не по назначению Если это Бранное слово А у нас браня нет Я такого человека Баню Если это матерное слово А это не связано С родопродолжением В данном эфире Матерные слова Нужно перечислять Да и наверное не нужно Понятно какие Те которые указывают На нижние чакры Деторождения Вот Такого человека Я тоже Потому что Это слова Блудие Каждое слово Должно быть На месте Размахивать Чем-то Расстегнув штаны Идя по улице Не очень хорошо Вот когда Кто-то начинает Употреблять Такие слова В чатах То он Размахивает Этим делом Но это просто Неприлично Друзья мои Это просто Не здравомыслие Этот прибор Надо держать на месте И применять Вот по назначению Сугубо Тонкому Точному Назначению Поэтому таких Людей я Баню Вот лично Просто беру и баню Также я Сразу Здесь же пошел Разговор про баню Про чистоту Я часто Удаляю людей Которых Начинает Клинить Есть люди Которые Начинают Бегать Как курица С яйцом И свою Идею Выливать Направо И налево Везде Где только Можно Вообще Везде Я с такими Людьми Сначала веду Себя Очень прилично Пытаюсь Привести его В чувство К примеру Ну вот Давайте мы Сделаем передачу Потому вопрос Который поднят Сделали передачу Где все Было разъяснено Дальше Человек Например Пытается Придраться Какому-то Слову Или к чему-то Еще Что ему Показалось И опять Начинается Истерия Хорошо Делается Вторая Передача Делается Совершенно Спокойно Ну а вдруг На самом деле Я что-то Не заметил Я разбираю Что-либо Поднимаю Какие-то Факты Еще что-то И смотрим Если после Третьей передачи Человек Продолжает Истерить То в этом Случа Применяется Принцип Капитана На корабле Как только Появляется Команды Или Пассажиров То в этом случае Капитана Для прекращения Этой истерики И причин Которые могут Привести К крушению Корабля Есть Возможность Что-ли Так скажем Применение силы Уборка Человека В карцер Или в конечном итоге Если это не помогает То вплоть до расстрела Естественно Что никого И не расстреливают Они наш метод А уборка В карцер Это блокировка Или навсегда Или баня На какое-то время Такие случаи Происходили Просто так Я этим не злоупотребляю Я сначала пытаюсь Разговаривать с человеком Если человек вменяемый То в этом случае Разговоры Они продолжаются В такой нормальной форме Если Невменяемый То в этом случае Извините Я капитан на корабле Я отвечаю за всю команду За сам корабль Поэтому я применяю Принцип капитана Переговоры не помогли Человек продолжает Быть невменяемым Сеет панику А паника Это заразительно И глупость Тоже заразительно Я убираю его В баню Баня Это наше прекрасное Средство для расслабления На себе испытывал Очень хорошая штука Зоя Кукова Вопрос в эфир Алексей Когда мы услышим Передачу о родовых поместьях Жителям мегаполисов Самостоятельно не разобраться В этом вопросе Очень много Противоречивой информации В иннете Если кто-то Если кто-то Поместье Превращается Превращается В пристанище Бомжеватых существ Которые живут На последнем издыхании Либо в дачные кооперативы Когда они из городов Выбрались И потом мотаются В ближайшие города Для того Чтобы где-то зарабатывать Либо превращаются В пристанище Батраков Которые работают На какого-то бизнесмена Появившийся В этом поместье И тех И других И третьих Поместья Я уже повидал Огромное количество У меня есть предложение Как выходить из этого Но сразу предупреждаю Многим людям Которые заражены Некой информацией Как фанатики заражены Как адепты Некой секты Изначально То, что я говорю Не нравится Со временем Да У половины из адептов Проходят эти страсти Мордасти И они включаются В нормальную жизнь И начинают понимать Да, вот так вот жить Лучше И так на самом деле Мы что-то не понимали Поэтому у меня Замечательное Отличное отношение К родовым поместьям Но с небольшой говорочкой Там надо кое-что Добавить Такое, что позволит Людям уйти Из этих трех состояний И перейти в четвертое Состояние Полноценной жизни То есть уйти Из фанатизма Кое-что добавить Не нарушая гармонии А наоборот Ее улучшая И перейти На самообеспечение Тем самым У нас не будет Бомжеватых Тем самым У нас не будет Тех, кто Дачники Которые живут И есть в город Тем самым У нас не будет Просто рабовладельцев Так что Если хотите Такую передачу Я могу и с кем-то сделать Если хотите То пожалуйста Приходите в эту передачу Поговорим просто И я выскажу Свою точку зрения И дам конкретные Свои наблюдения И какие-то Уже рекомендации По тому Как выходить Из данной Сложившейся ситуации Андрей Чернов Алексей Тебя доброй Долгой жизни Благодарю И тебе Андрей Того же Аркадий Степанов Вопрос в эфир Как быть Если семья Празднует Новый год Мне уйти некуда Это цикличное Время Превопровождения Надоело Говорю что Не праздную Не понимают Существует Два способа Первый Это уйти К друзьям Которые Отмечают Эти дни По тому Как вам Нравится Не обязательно же Уйти некуда Это не означает Что идти на улицу Можно встретиться С друзьями Куда-то поехать С друзьями Теми Которые Проведут Эти дни Дарованные Кои-кем Для того Чтобы отдохнуть Набраться Мудрости Повстречаться С хорошими Друзьями Зарядиться Положительными Эмоциями И жить хорошо Это первый вариант Второй вариант Это Быть массовиком Затейником Который Переведет Это празднование В то направление Которое ему Ближе Здравомыслящий Человек Тем отличается От нездравомыслящих Что он всегда Побеждает Всегда Здравомыслие Побеждает Всегда Кто бы ни что ни говорил Уже проверено Если Кто-то Не побеждает Зло Это говорит о том Что он Или сам злой И поэтому Он пытается Со злом С точки зрения Зла общаться То есть Он на его уровень Пустился Либо он Просто Нездравомыслящий Здравомыслие Это удел богов Для богов Закрытых дверей Нет Для богов Нет ничего Невозможного А вот Для бесовщинки Всегда есть Пределы Преграды Какие-то установки Какие-то догмы И прочее 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 Поэтому Тех Кто находится В пекельных мирах В демонических мирах Их всегда Можно победить Но только не силой Хотя в принципе Силой тоже можно Но всегда Через здравомыслие Можно Развлекая Увлекать Увлекая Направлять Марина Бушмакина Вопрос Понятно Да Можно с другой точки зрения Так Негатив Есть в этом направлении В чем Моя Недоработка Все И тогда Все становится На своих местах В чем Моя Недоработка Что я Недоделал Что я Недоделала Как Мне Мне Надо Себя Вести Подумайте Сами Любое Государство Любая Страна Во всех Сферах Своей Жизни Состоит В любом Случа Из Людей Только Люди Могут На состоянии Быть Подчиненных Биороботов Которых Используют Ну как Рабов Это одно Состояние И тогда Необходимы Те Которые Будут Их Каким-то Образом Упорядочить Это Называется Система Это Называется Цивилизация Или Страна Как часть Державы Состоит Из Державников Из Здравомыслящих Людей Которых Большинство И тогда В этом Случае Они Начинают Сами Управлять Страной И тогда Не нужны Те Которые Из них Когда-то Пытались Сделать Винтики Шпунтики Им уже Не получится Из вас Сделать Рабов И они Просто-напросто Отваливаются Это Закон Бытия Закон Природы На здоровом Теле Паразитов Нет И внутри Здорового Тела Паразитов Нет А на Больном Пожалуйста Сколько Хотите Поэтому Вопрос С какой Целью Замечать Негатив Себя Возбуждать И кричать Ну как же Все плохо Или делать То Что должен Делать Здравомыслящий Человек Делать Мир Лучше Улучшая Себя Своё Мировоззрение И так Далее А грустить За народ Не надо Каждый Народ Вы Часть Народа Если Вы Начинаете Пробуждаться То Кто Вам Сказал Такое Что И Другие Представители Народа Также Не Могут Пробудиться Но Все же Очень Просто Чем Больше Здравомыслящих Людей Которые Не Ругают Что-то А Которые Делают Что-то Тем Лучше Живется Этим Людям Тем Лучше Мир В котором Они Живут Тем Лучше Страна В которой Все И Если Пока Таких Меньшинство Так Это Наша Проблема Что Таких Меньшинство Когда-то Вы Не Слушали Народного Славянского Радио И Когда-то Его Не Было Этого Народного Славянского Радио Но Теперь Вы Слушаете Теперь Оно Есть Кто Мешает Тому Чтобы Стало Больше Людей Которые Слушали Народное Славянское Радио Кто Мешает Тому Чтобы чтобы каждый что-либо делал для того, чтобы народное славянское радио становилось лучше. Чтобы повышался профессионализм. Чтобы мы могли нанять людей, профессионалов, которые могли бы исполнять задуманное с большей скоростью, с лучшим качеством. Да никто не мешает. Ну подумайте сами. Бюджет нормального радио в FM-диапазоне равняется примерно 5-10 миллионов рублей. На эти деньги содержится весь штат. Но это коммерческие радиостанции, как правило, или те, которые кто-то спонсирует. Для Народного славянского радио бюджет начинается в районе 500 тысяч рублей, чтобы мы могли уже нанимать каких-то профессионалов. Миллион рублей – это уже тогда, когда будут работать несколько профессионалов постоянно. А теперь представьте, сколько нужно в месяц сброситься всем слушателям, которые находятся в Ютубе, в социальных сетях, которые слушают Народное славянское радио. Какую мизерную сумму в месяц нужно просто отправить на счет, для того, чтобы не то чтобы миллион, а чтобы 5 миллионов было. Сумочка-то очень небольшая, которая доступна даже пионеру. Но почему-то таких приходов очень и очень мало. Это говорит о том, что люди просто привыкли жить в цивилизации. Есть понятие «халява». Это сладкое слово. Многие не способны мыслить. Многим нравится слушать, но они не понимают, откуда это все происходит. Многим нравится об этом говорить, но при этом им нравится что-то делать. Привыкли так. Вот если я хочу посмотреть фильм какой-то американский, красивый, то в этом случае, прежде чем зайти в зал, я плачу денюжки. Так приучили нас. А если есть свободный вход, то я денюжки не плачу. Сладкое слово «халява». И не важно, что вы тем самым поддержали американцев, вы насладились и потратили деньги, которые уйдут к американцам, и они станут еще богаче. А потом они будут воздействовать через определенные структуры для того, чтобы у нас было не очень хорошо, чтобы негатива стало больше. А там, где свое, и не просто свое, а которое направляет людей в нужное направление, то мы можем и не поддерживать. Но здесь же никто не пробует нам сказать, что, ребята, давайте-ка сначала денюжки, потом слушайте. Ну и вопрос, а где ваши здравомыслия? Все же очень просто. Все очень и очень просто. А ведь, еще раз говорю, многие люди у нас работают днями и ночами, потом возвращаются с работы и начинают что-то монтировать, начинают что-то записывать, начинают что-то озвучивать. И у них еще есть семьи, у них еще есть дети. Они не могут оставить работу. Вот и думайте. Поэтому грустно за наш народ. Не потому что он плохой, а потому что приучили к этому. Так давайте просто рассказывать о том, что, оказывается, можно жить по-другому, по-державному. Далее. Владимир, вопрос в эфир. Алексей гложет меня такой вопрос. Похоже, единственный способ победить – это учиться и войти в более объемлющий уровень управления по сравнению с врагами. Так как это сделать, если в эфирах нет-нет, дописи-главцы проскакивают. Хорошо, хоть плоскую землю закрыли. Владимир, ситуация такая. Я уже объяснил, почему иногда что-то проскакивает, потому что нам необходима обратная связь по тесту. Тесты необходимы, поэтому это проскакивает. А по поводу объемлющий уровень управления, так об этом у нас выходит уже. Первая передача и вторая передача по державе вышли. И самое удивительное – меньше тысячи просмотров. Меньше тысячи просмотров о державности. Там, где рассказывается устройство державы, как жить, как взаимодействовать, как воспитывать детей. Меньше тысячи просмотров. Уже в две недели первый ролик провисел. Можете представить? Меньше тысячи просмотров. Людям это просто неинтересно. О каком всеобъемлющем или объемлющем или более объемлющем уровне управления можно говорить? Если держава, державный вариант существования – то, что генетически нам близко, где мы как рыба в воде можем нормально себя чувствовать и развиваться, мы даже не хотим это рассматривать. Мы рассматриваем что угодно. Выборы, за кого голосовать, за кого не голосовать. Мы ругаемся, ты прав, ты не прав. Мы там начинаем разбираться, а ты кто христианин, язычник, ведун или там еще кто-то. Мы начинаем придираться к словам, к чему угодно. Нас не интересует хорошая жизнь. Нас не интересует самоуправление. Мы, по сути, находимся в первой варне или ниже первой варны, или в нежитях, или в смердах, которые приравниваются к рабам, которым нужны четкие инструкции, четкий управленец, хозяин, который нас держит за усцы, пришпоривает или останавливает, когда это надо ему. Но при этом мы все время говорим о какой-то свободе, при этом мы все время говорим о каком-то счастье, о чем угодно. О писиглах можем разговаривать, про проскуль, круглую землю, про то, что там у кого-то в носу, на Альфа-Центавре. Про это, пожалуйста, потрындеть, как говорится, не мешки поворочить. Про это мы будем говорить бесконечно. А вот с точки зрения устройства жизни, как это сделать, как это осознать и как стать хозяином жизни, это скучно. Ну, ребят, ну, скучно. Что вы мне рассказываете? Ты меня не учи жить, ты мне дай денег. Вот из этой же серии. Идем дальше. Какой скайп у ведущего, как позвонить? Валерий хочет со мной напрямую выйти на связь. И даже когда объявляю кому-то свой скайп, то единица удается единицам удается правильно войти ко мне в скайп. Поэтому пишите вопросы через форум обратной связи, указывайте свой скайп, я буду с вами связываться. Нет, я не шучу, я серьезно. Я пишу свой скайп, человек вводит, и он не может попасть. Я не знаю, то ли так там в скайпе замудрено, что у меня поставили какой-то черный список, что ко мне никто на связь не может выйти. Вот когда я даю запрос, то ответ на запрос приходит. А когда я пишу свой скайп, и ко мне пытаются войти, то почему-то не входит. А позвоните очень просто, договариваемся и звоним. Все. Про скайп понятно. Пишите через форум обратной связи, все будет хорошо. Вася Дада. Вопрос Алексея. Будет ли в будущем приглашен в эфир Виталий Сундаков? Напоминаю, я уже отвечал на эти вопросы, и ситуация такая. Я ни от кого никогда не бегаю, всем рассылаю предложения. С Виталием мы лично встречались, это было прошлым летом у него в тереме сидели, пили чаек, разговаривали. Я говорю, Виталий, эфир сделаем? Да, да, я готов. Говорю, ну давай тогда назначаем дату, обменялись скайпами. Все хорошо, связь была проверена. Я поставил в планинг два эфира про устройство нашего общества, славянское мировоззрение, или славянский мир, сейчас уже не помню, но что-то связано с этим. И после этого послал запрос, он говорит, общайся с девушкой, которая вот помогает мне. я написал девушке, что тогда, тогда-то мы общались с Виталием, договорились по эфирам, хочу подтвердить, все ли в силе. И тут начинается очень интересная какая-то игра слов, что он уезжает, потом приезжает, потом опять уезжает, потом опять приезжает, потом тема очень сложная, надо к нему подготовиться, и так далее, и тому подобное. Я говорю, давайте тогда укажите дату, когда конкретно вы будете готовы. ответа не последовало. В общем-то, вот такой у нас был разговор с Виталием, и что из этого получилось. Сервер упал, так какой сервер имеется в виду? Сейчас я проверю, что там за сервер, какой упал, не упал. Нет, сервер сейчас работает, но почему-то и по первому, и по второму было отключение. Да, несколько секунд. Кто-то пытается нас блокировать. Кстати, появились атаки, DDoS-атаки на сайт, и это говорит о том, что, друзья, мы на правильном пути. И вот сейчас нас тоже, кстати, DDoS-ит, Slavradio.org тоже сейчас находится под атакой DDoS-а. Вот обратите внимание. Значит, кому-то мы дорогу перешли, значит, мы очень правильным путем идем. Но ничего, YouTube работает. Идем дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. Лев Толстой как-то писал рассказ с названием «Карма», что по этому рассказу можно сказать, ничего, я его не читал. Виталий Микеров, вопрос, а бывает ли так, что человек делает и не понимает, что он делает. И что это такое? Это называется отсутствие здравомыслия. Отсутствие здравомыслия присутствует только в одном случае, если человек находится на стадии машины, то есть биоробота. Он кем-то управляет и исполняет чью-то волю. В этом случае он ведет себя как раб. Раб никогда толком не понимает замысел хозяина. Вопрос, кто ваш хозяин? Темненькие, светленькие или кто-то еще? Как правило, светлые хозяева не бывают. Бывают учителя, бывают наставники, а вот темненькие хозяева за милую душу, пожалуйста, направо и налево. Вот я думаю, что те, кто додосит наш сайт, тоже не понимают, что они делают до конца. Здесь все понятно с ними, и я нисколько по этому поводу не переживаю. Абсолютно. Потому что так устроен мир. Если кому-то что-то надо услышать, он обязательно это услышит, он обязательно это поймет. Найдется тот, кто ему подскажет, что и как делать. Радио продолжает работать, вещание продолжает идти, просто включайтесь не через сайт, а включайтесь через плеера, которые можно поставить. Ссылки, кстати, в ютубе тогда я буду давать ссылки напрямую, которые можно будет в плеера вставлять, может быть, так сделать. В общем, будем искать варианты, как нам быть дальше существовать, потому что вот эти додосы начинаются очень и очень уже часто. а это говорит о том, что, еще раз, мы на правильном пути. Так что, если вдруг вы не понимаете, что делаете, это говорит о том, что вы не человек в данной ситуации, ведетесь они по-человечески, у вас нет здравомыслия. Виталий Микер, вопрос эфира. А вообще, добро должно быть с кулаками? Конечно, Виталий, конечно. Добро – это не уси-пуси, добро – это многомерное проявление божественности. А божественное включает в себя все, в том числе, если это надо, кулаки. А как прощать людей и нужно ли прощать обидчиков? А это уже зависит от вашего мировоззрения, миропонимания. Если вам по вашему сознанию это нужно сделать, вы это поймете и простите. А если человек находится на высоком уровне понимания, то в этом случае тогда он не будет обижаться. А если он не будет обижаться, то он не надо будет кого-то прощать. Если человек не понимает, кто он в этой жизни, на этом пути своего становления в этой жизни, то тогда он будет вынужден подстраиваться под условия, которые ему кто-то навязывает. То есть он биоробот, им кто-то управляет. А там, где он биоробот, когда им кто-то управляет, в этом случае он будет исполнять волю другого. А если он исполняет волю другого, то другой, как правило, использует в своих грязных целях. Как правило, таких людей используют как батарейки. Сами понимаете, батарейка предназначена только для одного. Не то, чтобы думать, а для того, чтобы кого-то питать. Так вот, ваши эмоции, ваши обиды, это то, что является энергией, которую вы, как батарейка, направо и налево раздаете. Вот такая интересная ситуация. Вы должны сами просто понять, нужно ли вам это. Если не нужно, тогда вы не то, чтобы прощать не будете, вы обижаться не будете. Мало того, вы пройдете этот эксперимент, этот урок, и дальше с вами не будут рядом появляться те, кто вызывает у вас какие-либо неприятности. То есть, не будет обидчиков. Олег Светов, реплика в эфир. Ведущий, отпусти Алексея, не мучь вопросами, пускай отдыхает, он заслужил. Так я же, извиняюсь, сам ведущий, а сам себя должен отпустить. Так, дед, дедов, вопрос эфир. Алексея, а получают ли кармический груз те, кто убивает людей на войне, пример, Вторая мировая война? В любом случае, кармические завязки будут присутствовать, только они могут присутствовать, как завязки и отдачи нейтральные. Если произошло убийство, если произошло взаимодействие, кармическая завязка присутствует. В этом случае, человеку, скорее всего, придется здесь еще раз родиться для того, чтобы прожить жизнь без войны. Если человек заступался за свое отечество, если он побеждал ворога, то в этом случае там может быть по-другому. Его с распростертыми объятиями принимают там как героя. Но если он убил врага в любви, не вот это не целовало перед смертью, прежде чем ножичком ткнуть, он не целовало его или там пулю в лоб пустить не облизывал. Нет, а именно без страдания, без боли, без ненависти. Карму завязывает ненависть. Если вы при ненависти находитесь и при этом сильно вибрируете, сильно ковышетесь, когда что-то делаете, вы завязываете кармический узел. Поэтому в зависимости от того, кем был человек на этой войне, как он убивал, оправдано ли это, не оправдано ли это и в каком состоянии он находился. От этого и зависит, будет ли кармический груз, будет ли кармический узел и как его придется развязать. Быть самому убитым в следующей жизни или прожить столько жизней, чтобы его убивали, сколько он убил. Либо очень жестоко быть убитым сразу, к примеру, большим количеством людей, представляю, тысячи человек стоят и потихонечку защипывают до смерти. Страшная смерть. Так что вот такая ситуация. Зоя Кукова, вопрос эфир, Алексей, мой бывший начальник, любил говорить, что начальство от Бога, так ли это, хотя человек был хороший. Конечно же, любое начальство от Бога, потому что каждый человек заслуживает того начальника, который у него есть. Вот хотите, смейтесь, хотите, нет, но я в свое время эту фразу не понимал. Ну как же так, если негодяй пришел? Так секундочку, я же сам негодяй. Для меня негодяя, вот этот негодяй, управленец, он и поставлен сюда, чтобы меня негодяя поставить на место. Когда это все понял, тогда я понял, почему такое высказание, что любой руководитель от Бога, любой царь от Бога, или народ заслуживает того руководителя, которым он сам является, в общем-то, это правда. Если вы раб, я об этом уже говорил, ну вы просто не сможете жить в этом мире, потому что раб, это тот, который ищет хорошего рабовладельца, хорошего хозяина, хорошего начальника. Он не может сам упорядочить свою жизнь, он даже порой не может застелить свою кровать или постирать себе штанишки или погладить их. Раб, это тот, которому дайте, как я буду жить, а я за это что-то сделаю. И вот чем лучше вы мне будете давать, тем мне будет лучше. Не факт, что я буду делать лучше. Мне будет лучше. Так размышляет раб. И он может возмущаться только плохим хозяином. И он может убить этого хозяина. Он может сбежать от этого хозяина. Но он все равно будет искать другого хозяина. Это самое низшее, самое начальное в первой варне ведической, где существуют смерды или рабы. Потом есть людина и есть жития. Ну или житель-людина, наоборот. Вот смерды – это рабы. Они не могут ничего порядочить в этом мире. Они только готовы исполнять. За кусок хлеба, за денежку, даже что-то еще. За свои какие-то удовлетворения низменных своих каких-то страстей. Вот это смерды. Это рабы. Потом уже жители, ну или, наоборот, ледяные жители, которые уже могут упорядочить что-то вокруг себя. Но это база. Это первая варна. А у нас сейчас, посмотрите, у нас не то, что даже в первой варне, у нас ниже первой варны. Раб хотя бы, он себя не уничтожает. Он находится в первой варне, он находится над чертой. А у нас уже нежити, нас окружает. Вот Новый год, вы можете посмотреть, сколько нежитей вас окружает. Нежить – это который не живет. Он уничтожает свою жизнь. Он уничтожает свое естество. Поэтому он и нежить. Он может выглядеть как человек, но он нежить, он разрушает свое естество. Вот будет Новый год. Обратите внимание, вы-то сам нежить, нет? Или вы все-таки перешли из этого состояния? Вы в какой варне-то находитесь вообще? В какой группе из этой варны? В каждой варне, как минимум, три основной группы. Вот какой вы находитесь? Посмотрите. Вот сейчас новогодние праздники. Прекраснейший тест. Вообще вся наша жизнь – это тест. Наташа Трофимова, Алексей, я вас услышала и поняла. Благодарю, низкий поклон. Добра, Наташа, добра. Аркадий Степанов, благодарю ведущему, стараюсь уразуметь. Добра, Аркадий. Зоя Кукова, Алексей, благодарю за ответ по родовым поместьям. Полностью согласна. Рад тому. Приходите, будем делать интересные познавательные эфиры. Потому что родовые поместья в том виде, как они 20 лет были поданы, это был первый этап. Первый этап, и не более того. Но нельзя застаиваться, жизнь продолжается, жизнь идет. Первый этап пройден, и те, кто в нем задержался, это, как правило, или фанатики, или адепты. Ну, а адепт или фанатик говорит о том, что он находится на уровне раба, на уровне, вот как раз о чем мы только что говорили. Рабская психология. С одной стороны, он пытается что-то упорядочить, а с другой стороны, не понимает, как это сделать. Это как из анекдота про лося, который может пить сколько угодно, но если у него там дырка где-то, то все будет вытекать. То же самое здесь. Поэтому пришло время, во-первых, осознать и переходить уже на другой уровень понимания этого мира из адептов, из рабов идеологии, из рабов вообще, в некий другой вариант существования, упорядочивания этого мира. А упорядочить можно, когда мы живем по тем условиям, которые нам оставили предки. Не возвращаясь к лоптям глиняного века средневековья, о котором нам рассказывают, что, оказывается, мы так жили. Да не жили мы никогда так, мы жили счастливо. Вот это вот средневековье, это позорище, в которое мы себя ввергли, поведясь на всякие посулы, дали возможность уничтожить институты самодержавия, институты державы. Когда мы уничтожили мироедов, тех людей, которые отвечают за то, чтобы жили все хорошо. Об этом мы тоже с Михаилом записали передачи, не буду раскрывать, смотрите, слушайте. Олег Светов, а я расскажу, почему поступление мало на радио. Дать клич, собираем новый комп, потом собирают микрофоны, если столько-то. Кто внес долю, может сверстать передачу, поучаствовать. Олег, это называется хороший пиар-ход, и все здорово, но это не наш метод. Это не державный метод. Мне это неинтересно, я вышел из этого и обратно возвращаться к этому не хочу. Мы даем клич, когда надо что-то собрать экстренно, и у нас на самом деле нет денег. Вот я там дал клич отремонтировать машину. Два человека откликнулись и прислали деньги. Мы договорились, что после праздников будет произведен ремонт, то есть ребята со скидками закупят комплектующие все необходимые, и после праздников заднюю часть сделаем машины. весной сделали переднюю часть, сделаем заднюю, но там еще предстоит кое-чего, но это не к спеху. Я думаю, еще где-нибудь до весны там можно спокойненько поездить и потихоньку перебирать. Но даже клич иногда не приносит результатов. Здесь не надо кричать, необходимо понимать, что это жизнь, надо быть самоорганизованным. Но я же не с рабами хочу общаться, которых надо постоянно упорядочивать. Я же не со смертными общаюсь, которым надо пинка давать или к чему-то их призывать. Я общаюсь со здравомыслящими людьми. Во всяком случае, я так надеюсь. И мне интересно общаться с державниками. Это те, которые уже вышли с уровня рабов, с уровня смердов. А таким людям не надо сто раз одно и то же повторять. Такие люди начинают быть строителями, строителями своей державы. Для того, чтобы был у нас институт мироедов, необходимо создавать институты самодержавия и управления, о которых сейчас везде говорят, сверху об этом говорят, самоуправление нужно делать. Рядом говорят, чего вы сидеть, ничего не делаете. Мы об этом говорим. Да сейчас кто не говорит об этом, но все предлагают, в большинстве своем, предлагают только материальную часть, только инструментарий о самообеспечении. А ради чего и как и для чего об этом не говорят. Но ведь если мы будем предлагать вам только инструментарий, тем самым мы будем делать очень плохую услугу. Представьте себе, вот сейчас есть по закону возможность каждому из нас, к примеру, человек живет в деревне, у него размазня, улица размазня, дождик прошел, он застревает, снег стаял, он по колено в грязи. Не проехать, не пройти. Газа нет, электричества нет, он живет там дровами, там подтапливает то, что находит, и вот так живет вся деревня. Но при этом человек любит выпить, любит в себя залить пойло, при этом любит подымить какой-то гадостью или там что-то съесть такое, что вкусно, но вредно. И вот теперь представьте, по закону каждый из этих людей может получить хорошую дорогу, электричество, газ. И это официально, не надо особо там прыгать до небес, не надо залезать на высокую или кричать «помогите мне». По закону это все можно сделать, и я знаю, как это сделать. И уже есть прецеденты, когда это все делается. Но теперь представьте, если вот этому человеку или вот таким людям, которые живут в деревне, которые по грязи ходили там за 5 километров ближайший ларек за барматой или за какими-то отравляющими продуктами или за табаком, за куревом. Вот они там ходили раз в неделю, ну и выпивали так, ну бутылку принес с собой, выпил, ну две, ну ладно, выпил. А тут теперь мы проложили хорошую дорогу, свет, газ, ему теперь не надо 5 километров, он на велосипед там сел или кого-то попросил, туда обратно сгоняли, 10 мг потратили, привезли уже не 2 бутылки, а 2 ящика. Привезли не пачку сигарет, а сразу там 10 блоков этой гадости. И вот они сели, включили дом 2, включили там поле чудес какое-нибудь, сидят этим пивом, наслаждаются, водкой догоняются, тепло, хорошо, замечательно. Ну и что мы сделали этим людям? Что я, рассказав им, как это сделать, хорошего сделал для них? Так они себя уничтожали, но у них хотя бы дети были, которые видели, что в такой грязи плохо жить, что вот так, как они живут, я не хочу жить. И сколько таких примеров, когда дети становились лучше алкоголиков, родителей. А тут мы сделали все хорошо, замечательно, пьет радостно, телевизор работает, тепло, светло, радостно, хорошо. Дети говорят, ну хорошая жизнь, а что же мы теперь не в гадком корыте живем, мы теперь вот тут. И подворовать где-то можно, раньше надо было там уворованное тащить куда-то, а тут теперь машина подъехала, разгрузилась еще. Какое добро я сделаю таким людям? Да никакого добра. А что я сделаю плохого для себя? Да все я плохое сделаю для себя. Я ухудшу жизнь людей, я ухудшу их состояние, положение, наработаю им карму, а с меня будет спрос. Нет, друзья мои, мне такое счастье не надо. Поэтому сначала, прежде чем давать обезьяне что-либо, надо понять, как эта обезьяна этим будет пользоваться. Если это обезьяна, так, чтобы она себе пальцы не отшибла, чтобы она кому-то голову не пробила, чтобы что-то не сломала. Если это здравомыслящий человек, надо рассказать, как этим пользоваться, чтобы все было хорошо. А не надо обезьяне давать сразу все. Ну так устроена жизнь. Я не хочу нарушать естество этой жизни. Зоя Кукова про державу смотрела отличные эфиры, хотелось бы продолжение. Мало смотрит, возможность подготовки к новогодним праздникам. Да нет, у нас параллельно есть другие записи эфира, которые там по 2, по 3 тысячи уже имеют. Да и на других тоже каналах я смотрю там уже за десяток, за эти 2 недели у нас же много копируют, мы не ставим ограничений. Пожалуйста, размножайте. Хотя нас ругают за это. Почему вы хотя бы ставьте там, чтобы указали авторство? Ну может и поставим, не знаю. Но в всяком случае на других каналах там мы по 10 тысяч просмотров. А вот про державность не интересно никому. Хотя жить лучше всего в державности. Парадокс. Жить лучше в державности, но я ничего об этом знать не хочу. Илона пишет следующее. Какую дыхательную практику порекомендуете для улучшения самочувствия? Практик огромное количество. Я их использую по ходу и когда ложусь спать, и когда занимаюсь чем-то, и когда я эфиры веду, и когда гуляю, провожу такие практики. Самые интересные практики это защелачивание, задержание, дыхание. К примеру, идете, 5 шагов у вас выдох, 5 шагов вдох, 5 шагов пауза. Идете так раз, вдохнули, 5 шагов пауза, 5 шагов выдох, 5 шагов. Потом до 10 доводите. Потом до 20 доводите. И вот так вот ходите, гуляете, дышите свежим воздухом. Далее, ложитесь спать, к примеру, закройте себе дыхание таким образом, чтобы больше было отработанных газов, которые из вас выходят, и меньше кислорода. И также дышите с прерываниями. К примеру, на вдохе 60 секунд удержания. Набрали полностью грудь, живот, остановились. На вдохе 60 секунд не дышите. Потом выдох, 30 секунд не дышите. Учитесь задерживать дыхание. Вот та практика, которая есть. Причем смотрите, обратите внимание, что происходит, когда вы мыслите и так дышите. Если вы думаете, ай-яй-яй, что-то у меня тело начинает конвульсировать, подергивается, это будет одна реакция. Вас будет паника одолевать, и вам захочется резко вдохнуть, вы не сможете 60 секунд, даже 30 секунд выдержать. А если вы будете думать о чем-то светлом, добрым и хорошем, то в этом случае вы увидите, что намного дольше сможете держать дыхание. Вот это простая практика, которая не требует каких-то серьезных занятий. Торменс фон из мира. Алексей Орлов. А разве добро это не та теневая сторона, зла, а разве это не одна голова с разными масками? Вопрос стоит в том, что является первичным. Если они равны между собой, то в этом случае да, конечно, это такой двуликиянус, смотрящий в одну сторону, в другую сторону, на которую никогда с друг другом не договорится и будет пытаться двигаться в свою сторону. Если же мы понимаем, кто первичен здесь, то в этом случае тогда мы поймем, что первично все-таки добро. Но не просто добро, не игры в добро, а добро божественное. Вот если мы понимаем, что первично, тогда мы можем понимать, что и добро, и зло в представлении человека это всего лишь навсего его представление, и не более того. По большому счету, что нет ни добра, нет ни зла. Есть наше представление о чем-то или о ком-то с точки зрения хороший или плохой, добрый или злой. Вот так вот. По-другому ничего хорошего из этого не получится. Мы все время будем играть черное-белое в двойственность, не в дуальность, а в двойственность. Двойственность – это хорошо или плохо. А дуальность – это когда расширение понятия «хорошо» и что-то там еще, и «плохо» и «хорошо» или что-то еще. Но даже это не очень хорошо. Давайте мир воспринимать с точки зрения ведического представления. Тогда вы будете хозяином этой жизни, потому что вы наследник богов. А для богов ни одна дверь не закрыта. Я об этом уже говорил. Нет мыслей, которые Бог не может постигнуть. Демоническое, то, что здесь, наверное, называется злом, оно ограничено постоянно. А раз оно ограничено, оно имеет меньшее пространство, нежели чем добро, которое идет от Бога. А раз божество не ограничено, и это есть добро, вопрос, как вы уравниваете то, что неизмеримо мало, с тем, что неизмеримо велико. Но если добро неизмеримо велико, как вы можете сравнять с тем, что неизмеримо с ним мало? Как это может быть одна и та же, вернее, две разные стороны одной медали или голова с разными масками? Ну, просто себе представьте. Поставьте точку на белом листе бумаги. Вот точка – это зло, а все остальное – добро. Равны они между собой. Нет, точка только видна на этом листе бумаги, но на ней есть лист бумаги. И в этом случае лист не стал весь черным. Добро – это проявление божественного. Только боги могут делать добро, потому что оно исходит из любви. Любви всемирной, многомерной. А зло – оно всегда ограничено, поэтому оно и хочет чем-то завладеть. Завладеть хочется только тогда, когда ты что-то не имеешь. Зло пытается чем-то завладеть постоянно, оно чего-то не имеет, значит, оно ограничено. Не надо примеривать добро и зло, это совершенно не совпадающие вещи. Да, одно может оттенять другое, но они неравны. Петр Бочаров, благодарю Алексея за его позицию и ясность мысли. Добра, Петр. Сергей Сурин, здравия ведущему. Здравия и тебе, и здравия всем. Ну, в общем-то, все, наш разговор на сегодня окончен. Сейчас я проверяю, включился ли сайт. Нет, сайт наш, продолжают атаковать. Молодцы, ребята, продолжайте нарабатывать, вам это очень надо. Я счастлив, что вы есть, потому что вы делаете то, что должны делать, но надо же кому-то что-то отработать. Ютуб у нас работает, значит, слушать будем в Ютубе. Ну что ж, мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 28 декабря 2017 года четверг, по одному из старинных календарей 18 день месяца билосейния покоя мира 7526 лет и седьмица. Сегодня мы должны были разговаривать с Александром Жарковым на тему Люди Света, как создать тело Света, но по определенным обстоятельствам Александр не смог попасть в наш эфир и получилась вот такая небольшая предсказушечка, которую в очередной раз я создал и которая произошла. Помните, в одном из эфиров я сказал, давайте в конце месяца будем проводить встречи с главным редактором Народного славянского радио. Правда, я это говорил, давайте, может, в одну из пятниц, но, видимо, все привыкли по четвергам, поэтому это случилось в четверг. Вот такое, как вы видите, нежданное предсказание произошло. На всем я с вами прощаюсь, желаю вам добра, всего самого-самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добрым. Народное славянское радио. Пора просыпаться.